Дети России Также я являюсь представителем нескольких организаций от краевой наркологической диспансерии, в принципе, непосредственно работником, которым я являюсь. И я участник движения общественного роста. Это организация, которая, в принципе, проводит сейчас все эти соревнования. Мы занимаемся развитием нашего собственного актива. Нам это нравится, ребята нас активно в этом поддерживают. Это первый этап всероссийских соревнований муниципальных мини-футбол школ. Ребята отбиты строго по возрастам, отобраны. Здесь у нас судейство более строгое. Также присутствует президент федерации футбола Артемовского. Победитель сможет отправиться представлять наш край на всероссийском финале. Поэтому дерзайте, показывайте красивый футбол. Всем без травм и с открытием соревнований. Поздравляю. Хочу сказать, что заявилось практически две трети школы Артемовского городского округа. Те, кто не заявились, они все равно попытались связаться, попробовать рационально, действительно, насколько рационально их участие в этих соревнованиях. Ты сейчас играл в футболе, да? Да. А что твоя школа? Первый. Как зовут? Сергей. Ну расскажи мне, что ты думаешь по всему этому поводу? Ну, все хорошо, думаю. Пока что выигрываем. Не надо расслабляться. Все впереди еще. Какой счет? 2-0. Вы выступаете, да, сегодня тоже? Да, да. Ага. Какая возрастная группа у вас? 2008-2009. Какой школы? 31-й. Кто соперники ваши? 33-я школа. Вы когда-нибудь до этого с ними соревновались? Нет. Кто вас подготавливал к турниру? Наши учительницы после турнира. Переслава Владимировна. Мы уедем на победу только с первым местом. И два проиграли в финале. В седьмой школе. В седьмой школе энергии. Какие два? А у них там команда, а у нас просто со школы атак. Забрали самые сильные. Но все равно второе место тоже. Да. Самое главное участие. Паша, ты из какой школы? Из первой. Из первой. Ты вчера играл? Да. Мы вчера обыграли шестую школу. И сегодня проиграли мы одиннадцатой. И играли за третье место. Мы проиграли по серии пенальти. Вчера играли против 33-й. Победили 5-0. А сегодня играли с первой школы. Победили 3-2. То есть у вас какое место в итоге? Первое. Вы поедете представлять город Артем на краевом чемпионате? Да. Расскажи, какие у тебя чувства, эмоции? Крутые. Виталий Владимирович, вы лучший. Благодаря вам я уже хожу 4 года на футбол. Завершающий матч прошел среди спортсменов 2006-2007 года рождения из девятнадцатой школы и гимназии номер один. Просто давай все на нашего нападающего Лешу Коваленко. Леша Коваленко очень хорошо играет. Хочу приметить то, что вчера мы играли, он забил сколько там? Три. Я один забил. Там Ярик еще, Мушарапов у нас хороший защитник. Он сегодня будет задействован. В гимназию тоже очень хорошие игроки. Егор Босман, который за Шора играет. Будет борьба, потому что почти равные силы у команд. Счет размочили футболисты первой гимназии. На протяжении двух таймов соперники вели ожесточенную борьбу. И буквально на последних секундах матча девятнадцатая школа сравняла счет. Исход игры решила серия пенальти. Действительно, уровень у вас очень хороший. И количество людей, чтобы вы понимали, более 300 человек за два дня у нас здесь на этой площадке играли. У меня есть благодарственное письмо для нашего спонсора, который приготовил нам сладкие призы. Это Исайд Роман Сергеевич. Давайте поаплодируем. Аплодируем. Знаете, у меня родители занимались благотворительностью для детских домов. То есть я решил себя проявить немножко в другом направлении. Ну, я люблю спорт, особенно футбол. Поэтому я решил себя проявлять вот таким образом. То есть можно сказать, что вы некий идейный вдохновитель всего происходящего? Да, есть такой момент. Приятно, что на соревнованиях собралось столько команд, участников на мероприятии. Хорошо, что дети выбирают спорт, в частности футбол. Губа. Увозит школа номер семь. Артём Гресс. Ура! Поздравляю их. Молодцы. Это действительно достойная игра была. Я смотрел сегодняшний ваш финал. Молодцы. Школа номер девятнадцать. Ура! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!